Друзья, у меня наступил отпуск и мы едем искать нашему корешу автомобиль Deo Lanos Операция Дохлый Ланос Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы приехали уже вот это сюда, Же, Томир. Саня лишился 255 гривен, он злостный нарушитель и у него очко теперь болит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как мы это сделали, мы купили аппарат, договорились за трешку. В принципе, аппарат очень живой. Опять же, мы сильно устали, херово спали. Но я надеюсь, что аппарат пошли недолго. Мы проверили его на аресты, на штрафы, на всю эту херню. Сделали экспертизу и нормально. То есть автомобиль сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, у меня наступил отпуск и мы едем искать нашему корешу автомобиль Deo Lanos. Уже посмотрели 11 аппаратов и ни один из них не был в достойном состоянии. И поэтому это видео называется... Операция Дохлый Ланос. Погнали! И у нас есть вафельки и фонарь. Самое главное, запаслись колонкой. Это называется бомж стайл на стяжечке. И мы готовы в дорогу. Путь нам предстоит нелегкий. Сколько километров? Ну, для начала 560, а дальше... Для начала 560, вы только вдумайтесь, на этой ласточке мы поедем 560 километров. И она даже не будет заправляться ни разу. Мы будем ее толкать до последнего. Мы выдвигаемся в путь. Будем ехать нон-стоп. Даже если мы устанем, мы, короче, без тачки не вернемся. Поэтому будем ехать, даже если мы поедем... Сейчас мы поедем в Житомир. Если мы не найдем там тачку, мы будем двигаться дальше по областям, по обелениям. Потому что в Одесской области найти живой Ланос, это практически нереально. Ланос давай! Нам надо заизолировать наше Hi-Fi аудиосистему. Значит, короче, вот это Саня и вот это Саня. Надо между ними встать, загадать желание. Так, хочу загадать желание. Хочу, чтобы BMW никогда не ломалась. Это выглядит Ланос. Выглядит Ланос больного человека. Да, как бы печальный Ланос. А здесь нормальный Ланос. Надеюсь, что мы купим такой же нормальный. Ланос. Это наш владыка Ланосов. Короче, мы попали в Ланосный рай. Тут одни Ланос. Это, короче, мы вдохновляемся, что нормальный Ланос выбрать. Дальше. Короче, где-то час ночи, мы поехали на Амик заправочку. На пол второго. На пол второго. Я что-то киморнул, что так сейчас надо будет заправиться. В общем, пока тачка заправляется, мы решили тоже заправиться хот-догами. Сейчас ждем пока заправиться и будем отправляться в другом. Что, Санька? Ты тоже заправился, короче. Стартуем? Стартуем. Давайте. Чирс. Дзинь. 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 Мы едем в Воростынь. Там... Это не записано. Ланос 2010 года. Стоимость 3,6. Синий цвет кастрюля советская. Мы приехали уже вот это сюда. В Ж. Томир. Саня лишился 255 гривен. Он злостный нарушитель. И у него очко теперь болит. Скорая помощь. У меня нас остановило. Там гангстомобиль стоит. И с нас только что сняли. А ну-ка расскажи, пожалуйста, как живется нарушителем. Получается 255 гривен и 7 гривен комиссии тебя не смутили, да? Ты будешь нарушать, продолжать? Да, мы сейчас разберемся до 300, там вот знак стоит. У нас в дороге что-то застучало. Будем сейчас выяснять причину стука. Смотри, Саня, у тебя гнило тут пизда вообще, блядь, просто с ебаным в рот. Смотри, я знаю, я видел. Смотри, я сейчас подвигаю, повтори нас подвигу уже. Да, дверь держится на стяжке. Вот тут меня больше не присутствует. Вот это вот. Вот он шумит. Выключи фары. И он не попозь. Блядь, он, конечно, блядь, сука весь нашел расходиться. Как на Ланосе-то. У меня такого нет. Саня подготовился к будущим проблемам. Сейчас моя очередь ехать. Осталось 50 километров. И я решил подменить пацанов, потому что они выглядят довольно таки уставшие. Надо ехать мне. Тойота. Управляю мечтой. Вот мы приехали... Куды? Коросты. Коросты. А, тусики, тусики. Это один автор, да? Да, это все. Такой аппаратик. Я вчера, кстати, купался. Я ж на море был, да. Вода тепла? Да. Красава. Продолжение следует... Не, вообще... Аня пошла. Пошла? Я смотрю, капот, арка, я спрашивал, цветет, не цветет. Эту машину я дочке подарил, они уже решили ее... Хотят что-то повеселее? Ну да. Я себе тикню взял, и уже им... А, ну да, ну это повеселее, конечно. Я с ними как бы не жил, то-то-то. Да нет, нормально выглядело. Ну, чтобы вы понимали, тут вообще никто ничего не делал, ни стакан. А что там по дверям нормально? Ну это поживее вариант, да? Я спрашивал, блин, цветет или цветет, блин, а мой правая арка вообще как-то... Уже мертвенькая, да? Ну... Ну... Да. Повод для торга? Как наше повод? Тебе не устраивает? Так что это не страшно вообще. Просто вот, на цене. Сколько арку стоит сделать? Ну ее надо сначала зачистить, посмотри, сделается она не сделается. Понятно. Понятно. Насколько все критично, да? Да. Понятно. Не, ну так, в принципе, все. Пачка выглядит. Все то же самое, что и у меня. Кажется, краску утирать. А по сути утираем. Это у тебя из-за того, что... А, из-за этого у тебя малярный скотч, да, наклеен? Да, 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 да. Да, да, да. Мужику все это наваливал, да? С одной стороны. Да, автобусы такие, вообще я таких не видел сто лет. Саня, автоподбор работает. Да, рычки вот есть. И чат, да. А, скандер есть. С кондером, да, она? Да. Да. Да, про эту машину говорил, что газ вписан. Да. Как она переоформляется без газа? Она остается? Да. Это не проблема. Да, она стоит. Газа, ну, по малярке долларов в стопку. Ну, и обработать ее сразу не станет. Примерно. Что, в худшем случае, если что, время ставку, да, резать? Ну, оно не критично, оно из жиря. Оно на полгода-год, в любом случае, хватит. Кого? Ну, если его перечухать, королевым кругом все как положено сделать и подмазать. И что, и год поедем? Да. Ну, оно свести начало через год все эти рыжики. И вот дела, ребята. Еще уже 12-я тачка. Но здесь было состояние намного получше. Но владелец не подвинулся по цене. Пока нас этот вариант не устраивает. Мы надеемся, что они нам перезвонят. Тогда уже будем говорить. Пока ищем дополнительные варианты еще. А Малин по пути, на коробку этот? А нет, ничего не стоит. Я, по-моему, на ебал. Вот, рисковал, что там, это, три вроде говорили, я уже не помню. Вот он. Седьмой год, банан. Почти да. А что банан? Это зеленый металлик, да? Ну, зелено-золотой, как бы так вот. Оливка. Да, на газу. По фоткам реально ни хера не понятно. К сожалению. Так, короче, этот пока оставляем. Я думаю, что они нам перезвонят все-таки. А? 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 А мы Бердичев проезжали. Вот что он проезжал. Бердичев. Мы добрались до Киева. Будем хавать шаурму. Но у нас есть трабла. Сейчас смотришь. Смотрели очередной Ланос с большим пробегом, 300 тысяч. Для своего пробега выглядит он неплохо, но есть опять же вопросы по коррозии, то есть стандартные места, арки, пороги. И плюс он довольно-таки сильно заколхожен, поэтому едем смотреть дальше. Саня в Ланосе сидит. Саня в Ланосе сидит. Ну что, как руль круглый? Руль круглый, да. А колеса? Колеса круглые, фары. Забравочка. Соответственно, мы это сделали. Мы купили аппарат, договорились за трешку. В принципе, аппарат очень живой. Опять же, мы сильно устали, херово отспали. Но я надеюсь, что аппарат пошли уже долго. Мы проверили его на аресты, на штрафы, на всю эту херню. Сделали экспортизу и нормально. То есть автомобиль чистый, хозяин вроде нормальный. Сейчас еще отдаст довесок 4 нам колеса, резины зимние, 4 покрышки. И мы отправляемся обратно в дорогу. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова